Для начала нам понадобится кусок гофрированного картона. У него нужно с одной из сторон по вот этим выемкам сделать прорезы, для того, чтобы картон можно было удобно сгибать. Теперь скручиваем и соединяем обычным скотчем. Лучше с двух сторон. Теперь нужно скатать из бумаги такую трубку, чтобы по ней спокойно мог ходить такой магнит. Одну часть трубки лучше укрепить, чтобы она не погнулась, когда мы будем наматывать на нее катушку. Для того, чтобы трубка не погнулась, когда мы будем наматывать катушку, можно положить что-то внутрь с подходящим диаметром. На небольшом расстоянии от края вам нужно сделать отверстие. Сейчас мы поместим туда один из концов проволоки. Теперь берем скотч и обратной стороной вот так наматываем на нашу трубку. Далее половинкой полоски скотча фиксируем намотанный скотч. А также делаем небольшое отверстие. В это отверстие вставляем один из концов проволоки на небольшое расстояние. И очень аккуратно мотаем катушку. После чего закрываем катушку скотчем. Далее берем кусочек тонкого пластика или плотной бумаги. А затем уже внутри этого круга вырезаем еще один небольшой круг. И после этого немного отрезаем так, чтобы при сгибании вот таким образом вот эта мембрана могла свободно ходить по нашему корпусу. И заклеиваем ее. Далее берем нашу трубку с катушкой и аккуратно вот так вот отрезаем все по периметру. После чего вот таким образом приклеиваем к мембране. Можно дополнительно укрепить скотчем. Для эстетики внутреннюю часть можно покрасить. На звук это никак не отразится. На крышке делаем отверстие. Затем клеим подставку. Вклеиваем подобным образом трубку с катушкой и мембраной вот таким образом на скотч в наш корпус. Оставляя при этом хорошие просветы для воздуха. Пропустив провода через заднюю крышку, заклеиваем. Подключаем получившийся динамик и производим испытания. Продолжение следует... Как вы можете видеть, динамик вполне рабочий. Всем спасибо, всем пока. А я ухожу под фонг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok